Всем привет! С вами Купидитус. Сегодня мы пребываем нигде иначе, как в Греции, в Афинах, в Валимасе, рядышком с главным портом Греции Переями. И повстречали Ирину Бортник, она здесь является яхтенным экспертом по Греции уже много лет. Сколько, Ира? С 2003 года мы занимаемся яхтенным, и с 2015 занимаемся этим профессионально, имея чартерную компанию здесь, в Греции. Вот, представляете, это даже не поддается подсчетам, сколько это лет с 2003 года. И вот решили пообщаться с Ириной, мы с ней очень долго общались в Фейсбуке, в электронных каких-то переписках и познакомились, с удовольствием познакомиться на выставке Дюссельдорф, на стенде прекрасного катамарана Бали. И, соответственно, хотелось бы с ней пообщаться, как она пришла в яхтинг. Вот, Ира, расскажи, как ты заразилась яхтингом? Потому что наши подписчики, они всегда интересуются, как люди попадают в яхтинг, что им интересно, с чего начинается. Вся эта болезнь. Первый раз мы влюбились в яхтинг, отдыхая в Турции, и сделали это заочно. Мы попали в огромную марину, в которой увидели парусные лодки, и мы поняли, что мы хотим попробовать, что это такое. В этот же год, в 2003 году, мы взяли первый раз в чартер лодку в Греции. Это был 42-й катамаран. И после того, как мы отходили одну неделю, стало понятно, что жить без него мы просто больше не будем. Поэтому в том же году было принято решение получить шкипорские лицензии, что мы, собственно говоря, и сделали. С тех пор до 2014 года, пока не стало вопрос о выборе собственного катамарана, мы ходили под парусом, орендовали лодки и перепробовали, наверное, большинство чартерных греческих компаний. То есть, любовь с первого взгляда. С первого паруса. А, соответственно, тут у нас вопросы записаны. Почему решили свою брать? То есть, получается, 11 лет вы брали в аренду, все было прекрасно, но вот что-то случилось, и почему-то решили брать свою. Почему? Пришел момент, когда сначала мы ходили под парусом раз в году, одну неделю. Потом мы начали ходить дважды весной и в конце лета. Потом мы вышли в море 4 раза за сезон. В 2014 году это было 8 недель чартера. И наш бюджет превысил, собственно говоря, расходы на содержание лодки. Это было порядка 40 тысяч евро в 2014 году. И мы поняли, что, собственно говоря, нам значительно выгоднее будет держать свой город. Да, потому что большие споры ведутся между яхтсменами всех мастей, скажем так, что покупать яхту, не покупать, в чартер. Можно же слетать, например, в любую точку мира и всегда арендовать что-то. А на яхте на своей, на собственной. То есть всегда привязан к какому-то одному месту и вынужден возвращаться. Но в итоге получается, что в какой-то момент, когда расходы на аренду возрастают из-за дней пребывания, получается выгоднее взять свое. Ну и не только в этом дело. Однозначно, когда ты сталкиваешься с чартером на лодке, ты никогда не получаешь свой идеальный результат. Вот у меня есть друг, который говорит «в моем идеальном мире». Например, в моем идеальном мире лодка – это что-то такое уютное, комфортное, где можно проводить время с детьми, с собакой, которая делает то, что ты хочешь. Ты не привязан к дате выхода, ты не привязан к дате возвращения. На самом деле ты абсолютно свободен, в этом и есть прелесть лодки. Если есть свободное лето, можно перебазироваться в принципе в любой порт, который находится в какой-то разумной дальности от тебя. Поэтому никаким образом в передвижении собственный порт тебя не ограничивает. Отлично. И получается, что может быть какая-то есть формула, которую можно вывести, с какого момента стоит приобретать лодку. Например, если человек может, как обычный работающий человек, сидит, работает там себе в офисе или еще где-то, он там на заводе работает, неважно. Вот у него 28 дней в году имеется какой-то отпуск. Ну, вычитаем там дни прилета, улета, там трали-вали-тили-тили. То есть целесообразно ли покупать в этом случае свою лодку? Я думаю, что тут очень много зависит от того, в силе эти 28 дней ты собираешься проводить на лодке. Или, например, твоя платформа будет выглядеть таким образом. Ты неделю проведешь на море, а еще две недели ты хочешь какие-то экскурсии, а еще неделю ты хочешь ездить в тещину картошку. Тогда это очень отражается на твоем собственном результате. Если ты понимаешь, что ты не менее чем два месяца в течение года выходишь в море, и тебе для этого нужны инвестиции, тогда нужно задуматься о том, что содержание своего борта будет тебе дешевле, выгоднее и эффективнее. То есть, грубо говоря, даже при стандартном отпуске, если ты решаешь, что ты хочешь связывать свою жизнь с яхтингом, уже имеет смысл задуматься. Абсолютно. Потому что, действительно, это такой вопрос, который мучает многих, аренда или собственность, но это понятно. И также хотелось бы спросить, вот Греция. Как попали в Грецию? Почему решили, что Греция – это все, и точка, что понравилось? Ну, у меня этнические корни греческие, поэтому для меня, наверное, выбор Греции был очень очевидным. У меня много родственников здесь, много друзей было всегда. Да, это с точки зрения личного подхода, скажем так. Но то, что касается профессионального, Греция точно так же интересна. Почему яхтинг в Греции? Потому что, в принципе, вот сегодня у нас, какой февраля? 17 февраля? 17 февраля? Ну, где-то около того. 19 февраля. На улице хоть и нет солнышка, но на самом деле комфортно достаточно. Можно находиться. Прямо сию секунду, друзья, у нас находятся на яхте в море в Кур-Цесуне. То есть ты понимаешь точно, что греческий яхтенный сезон не заканчивается и не открывается. То есть ты можешь находиться в воде просто круглый год. Если есть только суббота и воскресенье, значит ты будешь находиться в море в субботу и воскресенье. В Греции больше двух тысяч островов, из них обитаемых 180. Я думаю, одна из самых больших по протяженности береговых линий здесь, на территории Европы. Великолепная еда, потрясающие цены, климат, люди. Поэтому Греция, это очевидно. Отлично. Отлично. И вот смотри, Ира, я думаю, знаю, мы с Сильдорфи много пообщались. Вот ты сейчас занимаешься яхтенным бизнесом. Расскажи в двух словах, что за бизнес и вообще, как это яхтенный бизнес? Сложно ли это? Есть, может быть, нюансы? На что обратить внимание? На какие первые шаги? Яхтенный бизнес, наверное, это в принципе, надо к этому относиться, как к любой обыкновенной работе. Если ты что-то делаешь, ты однозначно движешься вперед. Каким образом из нашего катамарана, который мы купили в 2015 году, получился бизнес? Мы понимали, что мы, например, провели 8 недель на лодке. Ну, допустим, мы себе оставили 10 недель. Мы понимали точно, что у нас на катамаране останется еще как минимум 10 свободных, которые можно было бы каким-то образом дозагрузить. Пусть даже мы бы не рассчитывали на то, что это будет нам полный возврат наших инвестиций, но мы думали о том, что, может быть, это как-то позволит нам компенсировать расходы на содержание лодки. В нашем случае это 45-й катамаран, поэтому грубо по расходам можно считать так. Квадратными пятерками я это называю. 5 тысяч за страховку, 5 тысяч за парковку, 5 тысяч за зимний сервис, за обслуживание аборта в течение года. В принципе, за 10 недель, которые у нас оставались свободными за пределами нашего использования, использования этого было более чем достаточно для того, чтобы компенсировать эти расходы. Когда мы поставили под коммерческий и греческий флаг свой катамаран, мы увидели, что он на самом деле очень легко продается. То есть мы увидели, что он очень быстро заполняется. Мы поняли, что мы готовы продать и свои тоже, и слава богу, у нас были возможности. Мы приобрели в тот же год еще этот катамаран в 2016, в декабре это получилось. И от работы в первый сезон мы посчитали, что минимально катамаранный бизнес, в настоящий момент чартер катамаранов готов приносить 8%. При правильной эксплуатации, при правильном планировании бюджетов и работы можно поднять этот процент до 15 и даже до 18, как показывает практика сейчас. Что это за работа такая? В настоящий момент у нас два своих катамарана, два катамарана, которые находятся в менеджменте. Когда мы говорим про чартер, мы говорим о работе всегда, то есть мы отдаем его в руки нашим клиентам. И я скажу, что за три года наши катамараны абсолютно не пострадали, не потеряли товарный вид, никак это не отражается на том, что ходят на них чужие люди, никаких привязок о том, что кто-то пользуется моим имуществом, у нас нет. И в настоящий момент можно сделать вывод, что это очень крепкое, растущее направление здесь, на территории Греции, во всяком случае точно. Вот смотри, Ирина, ты уже обозначила, что там есть какая-то норма прибыли, которая варьируется от 8 до 15 процентов, и может быть, что такое 8-15 процентов, то есть с чего начать, то есть какие, например, инвестиции нужно произвести, потому что вот у нас бывают ребята, вот спрашивают подписчики, как там вот я бы купил бы лодку, там сдал бы ее под управление, там получал бы какие-то деньги, приезжал бы там летом, не летом, ну когда-нибудь, пользовался бы сам, да, то есть вот такой вот образ жизни, то есть когда хочется заняться яхтингом и в то же время получить какой-то достаток, да, вот примерно какие суммы можно озвучивать, я как понимаю у тебя катамараны специализация, то есть хотя бы вот на примере катамарана, самого скромного, простого там. Самый скромный катамаран, например, в Вали, я приверженец однозначно этой марки, самый скромный катамаран в Вали начинается, опустится, не быстрее 5 тысяч евро в базе, 40-ой размер, 40-ой. Ну, допустим, для того, чтобы приготовить его полностью ввод в чартер, катамаран будет стоить 350 тысяч евро. Это значит, что мы говорим о том, что чистыми при отработке одного сезона на территории Греции, катамаран готов будет оставить 30 тысяч евро своему инвестору. Я думаю, что на самом деле можно искать много вариантов. Если, допустим, говорить о том, что бюджет у инвесторов составляет 80 тысяч евро, вполне мне кажется возможным создать пункт из 3-4 инвесторов, которые готовы будут вложить именно такую сумму, создать какую-то команду, как стандартно это происходит при инвестировании в любую бизнес. То есть тут, если есть это желание, если по экономике понятно, что это интересно и выгодно, я думаю, что можно начинать от любой суммы без ограничения. Ну, получается, то есть, если вот, допустим, будет 3 человека, не случится ли случайно так, что все 3, они откатаются в сезон, и уже от сезона ничего не останется, чтобы получать прибыль? Я думаю, что в этом случае нужно будет обсудить конкретно, какая загрузка у катамарана. Если мы говорим про греть, мы понимаем точно, что здесь катамаран может работать 24-25 недель в течение сезона. Мы можем говорить о том, что инвесторы не будут его использовать вообще. В течение сезона остается все равно еще 25 недель. Например, в ноябре в Греции великолепная погода, по-прежнему вполне можно купаться, вполне можно загорать, ничего не меняется. Начало апреля, то, что мы опять не относим к сезону по эксплуатации в Греции, опять же, великолепная погода для отдыха, для каникул и всего остального. Поэтому вполне можно разобраться и определить изначально на каких условиях, за каким образом эксплуатировать. В принципе, любую хорошую идею можно испортить. Но если здраво подойти к организации и обсуждению условий, то получается, что если бюджет, скажем, невелик у вас, и вы все равно хотите заняться и инвестициями, и в то же время получить возможность эксплуатировать и ходить под парусом, то здесь надо, получается, ставить в угловую угла как бы бизнес, потому что тогда это будет работать и приносить прибыль. Безусловно. Если мы ставим приоритет, что мы ходим под парусом, значит, в лучшем случае закрыть какие-то расходы на стояночку, на ремонт. В карусе мы точно можем посчитать, что такое менеджмент, что вы хотите получить от управления горком, что такое расходы на содержание горка. Это изначально можно просчитать для того, чтобы понять, что содержание вашей лодки отводится ноль. Но при этом вы, например, отдаете только высокий. Вот если мы возьмем какой-то катамаран, например, мы понимаем, что сороковой катамаран, если отработает 4 недели августа, его содержание будет стоить ноль и даже уже немножечко чего-то осталось. То есть фактически месяц в работе и уже... Одного месяца в высокий сезон будет достаточно для того, чтобы содержать катамаран сороковый. Да, если остальное время вы хотите проводить фан на лодке, то тогда просто надо правильно доставить задачу. Вот видите, ребята, все оказывается достаточно просто. Если вы думали купить лодку, как-то ее содержать в 10% чего-то в год, какая-то там несурядица в голове. Вот Ирина уже имеет опыт. Сколько у тебя получается катамаранов под управление? Два в управлении и два своих. Четыре в управлении. Два своих катамаранов. То есть это уже опыт. Два в управлении. Это богатейший опыт уже. И человек со знанием дела вам говорит, что в принципе главное здесь не бояться. И если есть интерес, я думаю, можно как-то, Ирин, твои контакты оставить. В комментариях. Не в комментариях, а в описании напишем контакты. Я думаю электронную почту лучше всего. И какой-нибудь вайбер, ватсап, телеграм, что-то пометим. Поэтому если будут какие-то вопросы, если интересно, обязательно по поводу бизнеса или каких-то мероприятий в Греции обращайтесь к Ирине. Опять же, если вы все еще не созрели купить лодку, я думаю в чартер можно у Ирины попросить. И тем более самый главный вопрос, который мы сейчас будем задавать, это почему же все-таки катамаран? Почему не монахун? Почему нет? Это вот просто вот есть две стихи, все бьются лбами, что лучше, что круче, что хуже. Почему катамаран? И соответственно, может если наши подписчики заинтересуются, как раз есть возможность попробовать. Да. Однозначно. Это всегда нужно попробовать для того, чтобы понять, что свое. У меня с катамараном все было очень просто. Во-первых, мы долго определяли с супругом, какой размер был бы хороший. Да. Мы начали ходить на монахун, самая маленькая лодка, на которую мы ходили 32-футовая, самая большая 56-футовая. Когда мы говорим ходить на лодках, это значит, что мы на борту находимся вдвоем. То есть нет больше членов экипажа, нет больше никого, кто, как говорится, руки, которые могли бы помогать управлению бортом. Мы однозначно для себя определились, что 56 футов это много. Ну да, конечно. В условиях хорошей погоды, ноги, нормально. А в условиях плохой погоды ты просто не можешь друг до друга докричаться. С бака до ложки русского места ничего не слышно. Поэтому мы для себя определили, что 45-й размер для нас идеальный. У нас двое деток, мы с мужем. И, собственно говоря, это вся наша команда. Когда мы вышли первый раз на катамаране, я поняла, что я на этом борту могу планировать свою обновенную жизнь. То есть дети ходят в школу в Греции, пятница они заканчиваются рабочий школьный день. Суббота, воскресенье мы проводим на борту. Всегда. В любых условиях, в любое время года. Соответственно, у меня есть домашние задания, у меня есть какая-то моя работа, которую мне нужно делать. Это можно сделать на монополии. Но поскольку вопрос экономии в данном случае, в нашем случае не стоял, я понимала точно, что на катамаране будет комфортно. Точно так. Мы начали пробовать катамары. У нас самый маленький 38-й, который мы рассматривали, самый большой 50-й. По 50-му нам на 4-х опять оказалось много. Поэтому 45-й катамаран решал наши задачи в полном объеме. Поэтому у нас катамаран и поэтому мы с вами. Ну, отлично. Я думаю, что, надеюсь, по крайней мере, что данный ответ как-то поможет вам, ребят, сориентироваться между выбором монофлу или катамарана. Ну и опять же, я думаю, что если есть такой вопрос, и допустим не стоит финансовый вопрос, потому что, конечно, катамаран он всегда дороже в момент покупки и всегда, безусловно, дороже во время эксплуатации. Это мало того, что стояночку подороже, так двигатели сразу две штуки. Там всего по два. Площень парусов побольше, количество шпотов побольше, безусловно, конечно. Ну и все противностные узлы. Я думаю, что мы сейчас не будем вдаваться в лавировку, переворачивается что-то там где-то. То есть это, наверное, тема для целого отдельного сюжета, научных каких-то теорем, что там где переворачивается, у кого там мачты ломаются и так далее. То есть это все дело, мне кажется, как будешь эксплуатировать, так и будем. Если сдуру влепиться в волну, мне кажется, ничего хорошего не будет и на монахуле. А если как бы все с умом, смотреть прогноз погоды, тем более в Средиземке, если находиться и есть задача, то вообще, мне кажется, этот вопрос не стоит. Ну что же, Ирина, спасибо. И тогда последний вопрос, самый такой, второй главный вопрос, тот самый популярный был, а этот самый главный. Какие напутственные слова ты можешь дать людям, которые хотели бы приобщиться к морю, хотели бы сделать этот шаг, хотели бы заняться парусом и что-то их оставить. Какие напутственные слова ты можешь сказать, чтобы все после этого сразу взялись и начали. В смысле есть только один единственный страх. Если ты первый раз вышел в море на лодке, ты понимаешь точно, что пути назад уже не будет. После недели, проведенной на яхте, когда ты идешь от берега к берегу, когда ты меняешь культуры, когда ты меняешь места, новые люди, новые пейзажи, новые рестораны, в конце концов, ты понимаешь точно, что дальше заставить себя сидеть на одном месте в течение той же самой недели выпуска уже будет невозможно. На сегодняшний день совершенно понятно, что это не дороже, чем отдыхать в отеле. Это не сложнее, чем, например, собраться в недельное путешествие на автомобиле. Это не накладывает на тебя никаких ограничений, даже если у тебя есть дети, собаки, кошки, все равно, о чем бы мы ни говорили. Варианты есть какие угодно. Начиная от самых бюджетных присоединиться к какому-то экипажу, заканчивая взять в аренду самую дорогую лодку, которая будет сравнима по комфорту с 7-8 звездочными летами. То же самое относительно периода. Ты можешь выйти на один день, если у тебя есть один свободный день, или уйти в море на все линии месяца, когда у тебя есть такая возможность. То есть это просто такой же точно стандартный формат времяпрепровождения, как и все остальное, что мы делаем. Надо попробовать один раз, и станет сразу понятно это твоё время. Главное – не бояться. Ну что же, ребята, пробуйте, присоединяйтесь, сделайте один клик, напишите Ирине, и добро пожаловать в море. Если не с Ириной, если катамаран для вас действительно много, я не думаю, что какая-то будет большая проблема, найти альтернативу или еще что-то. То есть начать с маленькой лодочки, которая говорит присоединиться к экипажу. Я думаю, кстати, может быть сборные экипажи у вас бывают. То есть, ну, главное попробовать, я думаю, главное сделать этот шаг, а дальше будет понятно, ваше это или нет. Ну что же, до скорых встреч, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну все как обычно, сами знаете, в Фейсбуке, ВКонтакте. Спасибо. 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 Спасибо.